Девушки отдыхают Я буду пробовать как можно быстрее, как бы, может быть, я не буду читать все отрывки Священного Писания, где-то своими словами, вы можете наблюдать на PowerPoint, я думаю, мы все прекрасно знаем 27 главу Дианистых Апостолов и о чем там написано. Я назвал свою проповедь, интересно, и мы об этом порассуждаем, или тайна кораблекрушения Павла. Почему тайна? Мы об этом сегодня узнаем, поговорим об этом и попробуем извлечь определенный урок из этой истории. Мы уже читали, братья передавали уже историю жизни апостола Павла, историю его служения, мы знаем, что мы уже читали, как апостол Павел после третьего миссионерского путешествия он пришел назад в Иерусалим. Братья ему посоветовали пойти в храм, показать иудеям, что он не нарушает закон Моисеев, что он такой же иудей, как все. Там его увидели осийские иудеи, они подняли бунт, произошла проблема, и если бы не своевременное вмешательство римского тысяченачальника Клавдия Лисия, наверное, жизнь Павла бы завершилась там, в Иерусалиме. Но ему дано было право защищаться, он был, когда узнали о заговоре, когда иудеи хотели убить его, его тысяченачальник Лисия отправил в Кесарию, мы читали, братья об этом говорили. Он провел два года в Кесарии у правителя Феликса в аресте, он был арестован. Феликс, как мы читали в прошлый раз, братья говорили, что он ожидал каких-то денег от апостола Павла. Так получилось, что его каденция завершилась, вступил на пост Фест. Фест тоже не знал, что делать с Павлом, решил его отправить назад в Иерусалим. И Павел, зная, что ждет его в Иерусалиме, он просит сюда Кесаря. И по закону Римской империи, тот, кто попросил сюда Кесаря, он должен был предстать пред судом Кесаря. Так начинается 27 глава. Мы можем смотреть из-за PowerPoint, я попробую своими словами где-то какие-то фрагменты прочитать. Мы видим, что было решено плыть в Италию. Павла отдали Юлию, сотнику римской армии. С Павлом был, мы читаем, Аристарх, македонянин из Фессалоники. Ну и, безусловно, там был с ним Лука, потом позже он присоединится к ним. Они отплыли в Рим. Нужно было пройти определенные места. Когда они приплыли против Киликии, остановились в мир Ликийский. Мы там видим, что сотник нашел, дальше следующий текст, что он нашел Александрийский корабль, который плыл в Италию, и апостол Павел, и Лука говорит, нас, то есть Аристарха и Луку, посадил на этот корабль, и они отправились в путь по направлению к Риму. Они проплыли возле Крита, потому что тогда, я покажу на карте, те, кто водили корабельщики, они пытались обойти и спасались Критом от западного, северо-западного ветра. Они проплыли там, остановились в интересном месте, которое Писание называет их хорошие пристани. Они оказались не очень хорошими. Потом мы посмотрим, но они там остановились, но как не было возможности там остаться, мы читаем, что сотник Павел обратился. В 9 стихе мы читаем Павел, но как довольно было времени, и было плавание опасным, Павел просил не плыть в это время года. Он сказал им, 10 стихе смотрит, он сказал, мужи, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом, не только для груза, но и для всех, кто на корабле. Но сотник, 11 стихе, более доверял корнчему, начальнику корабля, нежели Павлу. А как пристань была не приспособлена, то многие давали совет отправиться дальше, дойти до Финика и потом перезимовать там, ожидая южного ветра. Но как подул в 13 стихе южный ветер, они подумали, что это знак, что они могут отправляться, они могут плыть. И они решили плыть и, к сожалению, попали в очень серьезные неприятности. Написано, что скоро поднялся против них бурный ветер. Корабль схватил атак, что он уже не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшив по волнам. И там дальше я не хочу все читать, но они спустили парус, боявшись сесть на мель. И на другой день, с 18 стиха, по причине сильного уборевания, начали выбрасывать все, что было на корабле, своими руками. Как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд. И продолжалась эта немалая буря, наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел встал посреди них и сказал, мужик, надлежало вас слушаться меня и не отходить открыто, чем же избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. И далее мы читаем, ибо он объясняет ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря. И вот даровал мне Бог тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров. В 14-ю ночь, как мы были носимы в Адриотическом море, около полуночи корабельщики начали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросились кормы четыре якорды и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускались на море лодку, спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь, Павел сказал сотнику, если они не останутся на корабле, то вы не сможете спастись. 32-й стих. Тогда воины отсекли веревки и лодки упали вниз. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. И сказал это, он взял хлеб и возблагодарил Бога пред всеми, и разломил, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. 38-й стих. Насытившись, пищу стали обличать корабль, они повыбрасывали все, когда же настал день, не узнавали земли, усмотрели только некоторый залив. И вот подняв якорь и пошли по морю. И развязав руки, подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, корабль сел на мель, то есть пришлось им спасаться. Написано, когда воины это увидели, они согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться кому на досках, кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. И первый стих я возьму 28-й главу. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Остров Мелит, современный остров Мальта, рядом с Италией. Это очень уникальная и очень увлекательная история. И, к сожалению, нет времени много говорить об этом. В то время очень любили такие истории кораблекрушений, таких путешествий, морских путешествий. Много было написано книг. Ну, я могу вспомнить только там Одиссею Гомера, гривнегреческого поэта Гомера. Все знали Одиссею. Можно вспомнить Иосиф Флавий, упоминая это кораблекрушение в своей автобиографии. Ну, можно Лукиана Самосадского вспомнить диалог корабль. Ну, мне нравится история пророка Ионы. И она была известна в то время. Кораблекрушение, в которое он попал, или когда его выбросили за борт корабля, чтобы не было кораблекрушения. Эти истории были яркие. Их знало общество. Их знали все в то время. И вот эта история Дианистых Апостолов, она настолько яркая, запоминающаяся, что она привлекала внимание тех, кому рассказывал эту историю Лука. И даже нам, кому она написана, она увлекает с первых до последних строк. Это очень интересная история. Мы видим, что интересно, что историки говорят, что историческое описание кораблекрушения Павла, оно в точности передает то время и ту историю, в которой она произошла. Это свидетельство, это лучшее свидетельство античной литературе о кораблекрушениях в то время. В то время на Средиземном море. С Павлом, мы видим, плыло много людей, почти 300 людей. И только один Павел не был осужден. Многие из них уже были осуждены. И они направлялись в Рим. Многие из них были сирийцами. Они направлялись в Рим, чтобы стать там гладиаторами и, возможно, закончить свою жизнь там, в Колизее, в Риме. Мы читаем, что апостол Павел, ну, к нему было очень особенное отношение. К нему относились подружески и даже позволял ему сотник Юли иногда встречаться с друзьями, что говорил о том, что они не видели в нем опасного преступника. Относились человеколюбиво. И действительно, если открыть карту, то мы видим, что путешествия апостола Павла, он перечисляется там из Кесарии, через Сидон, через Миру, где были. Они прятались за Критом от северо-западного и западного ветра. И вот они там остановились. И Павел предлагал в этих добрых пристанях остаться там. Но они не послушали, потому что начальник корабля имел огромный авторитет. И Юлий не доверял Павлу, а доверял начальнику корабля и кормщим. Они сказали, можно плыть. Он доверился. И это история о том, как, не прислушавшись к совету апостола Павла, они оказались в буре и потерпели кораблекрушение. Я свою проповедь назвал тайно кораблекрушение Павла. И навеяло мне эту тему один единственный стих. Когда Павел встал и сказал, вам нужно было послушаться меня. Вы не послушались, и мы оказались в буре. Если бы вы послушались, не было вреда, никому не было бы вреда. И кораблю бы не было вреда. Но сейчас у него было новое откровение. Говорит, я заявляю вам, что погибнет только корабль. Только корабль должен погибнуть. Больше никто не погибнет. Вы все будете спасены. И он там говорит, что ангел Бога, которому я поклоняюсь и служу, подарил мне вашу жизнь. Вы будете спасены, погибнет только корабль. И у меня заинтересовался этот вопрос. А почему должен был корабль погибнуть? Почему кораблю нужно было погибнуть, потерпеть кораблекрушение? Почему случилась с Павлом эта история? Почему Господь допустил Павлу пройти через кораблекрушение на его пути в Рим? Мы знаем, что апостол Павел направлялся в Рим не просто так. Это не было случайностью. Он целенаправленно направлялся в Рим, потому что он должен был увидеть, во-первых, кесаря. Мы говорили, что он должен был пристать пред кесарем. Но не это является главной мотивацией, которая побудила Павла просить сюда кесаря. Он просил сюда кесаря только потому, что ему было дано особое вразумление от Господа. Было дано особое откровение от Господа. Еще там в Иерусалиме, в ту ночь, когда готовился заговор российских иудеев убить Павла, Павлу явился Господь и сказал ему интересные слова. Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Поэтому мотивация Павла была обусловлена этим особым откровением. Он верил Богу, что Господь будет его особым образом использовать в Риме. И в Риме многие люди услышат о Евангелии Иисуса Христа. Поэтому он просил сюда кесаря, поэтому он был на этом корабле и поэтому он направлялся в Рим. Он знал, что это воля Божья в его жизни. Он знал, что так хочет Господь. Но тогда возникает вопрос. Если его в Рим побудил идти сам Господь, если это была его воля, если Господь хотел, чтобы он был в Риме, почему Господь не гарантировал удобного морского путешествия? То почему Господь не гарантировал безопасной дороги? Почему Господь допускает кораблекрушение? Почему Господь допускает эту трудность, эти неприятности, через которые он проходит? Почему Господь позволяет кораблю, на котором плыл Павел, потерпеть кораблекрушение? Им пришлось вплавь, кто на досках, кто умел плавать, добираться на этот остров Мальта. Это очень интересный вопрос, потому что этот вопрос часто именно и мы задаем. Почему Господь нам, верующим людям, которых Он благословил, распространять Евангелие в этом мире, иногда позволяет проходить через неприятности и трудности? Часто спрашиваем Бога такой вопрос, Господь, что я здесь делаю, почему я в этой ситуации? Я знаю, Ты меня любишь, Ты приготовил особый план для меня. Почему я нахожусь в этой ситуации? Почему у меня кораблекрушение в моей жизни? Почему я испытываю трудности? Почему много людей против меня? Меня никто не слышит, никто не прислушивается, никто не уважает моего мнения. Что происходит? Почему я прохожу через этот путь в моей жизни? Ведь же Ты меня послал, ведь это все благодаря Тебе. Я думаю, что этот вопрос задают много христиан. Почему Господь нам позволяет проходить через определенные трудности в нашей жизни? Это случилось с апостолом Павла, и мы должны ответить на этот вопрос. Почему иногда в жизни христиан Господь допускает кораблекрушение, и почему Павлу Господь допустил пройти через этот кризис, через бурю и шторм? Что Господь ожидал, и почему Павел там оказался? Мы знаем, что апостол Павел был необычным человеком. Он был особым человеком, у него была особая миссия, потому что он был связан поручением. Господь видел его как апостола язычников, и Павел был связан поручением проповедовать Евангелие язычникам. Он сам о себе так говорит, если вы будете читать, как он обращался к Римской церкви, к которой он ехал. Он говорил такие слова. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол. Апостол с греческого – это посланный. У него был авторитет того, кто его послал. Он был послан Богом, он был связан с своим призванием. Поэтому я вижу первую причину, почему Господь иногда допускал Павлу и другим апостолам оказываться в тяжелых и трудных ситуациях жизни. Это все было связано и коренилось именно в их апостольском призвании. Почему христиане проходят через некоторые трудности в жизни? Потому что мы связаны нашим призванием быть свидетелем Иисуса Христа в этом мире. И апостол Павел, он был связан, он говорит, «Я призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Галатам он говорит по-другому. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскрешивших Его из мертвых. Он знал свое апостольское призвание. Он знал, что он не просто так находится на этом корабле. И он тоже знал, что не просто так Господь допускает эту бурю. Господь хотел, чтобы его апостольский авторитет, его апостольское призвание проявилось в полной мере именно в шторме и именно в буре. Когда тем людям, которые были с ним на корабле, было важно увидеть настоящего апостола Иисуса Христа, воскрешившего. Иисуса Христа. Поэтому Господь допускает Карл Барт в своем послании к Римлянам. Мне понравилось, как он начинает свой комментарий. Это великий теолог прошлого века. Он говорит о Павле, не увлеченное собственным творчеством гениальность. Часто гениальные люди увлекаются сами собой и своим творчеством. Карл Барт говорит, не увлеченное собственным творчеством гениальность, а связанный своим поручением посланием. Мы, братья и сестры, мы связаны поручением Иисуса Христа быть его свидетелем в этом обществе. Апостол Павел, к сожалению, нет времени долго говорить об этом, но он действительно показал апостольский авторитет. Он действительно показал силу своей веры. Он действительно сделал имя Иисуса Христа известным там на корабле. Мы не видим, чтобы он паниковал во время шторма. Он, наоборот, пытался успокоить всех, кто был на корабле. Мы видим, что когда люди хотели, те, кто с ним были, потеряли всякую надежду, он тот, кто ходил и ободрял людей на корабле. То есть он ободрял, поднимал дух всех, кто был на корабле. Мы видим, что когда хотела команда бежать тайно, именно благодаря апостолу Павлу, он сказал так, сказал сотнику, если они не останутся, мы все погибнем. То есть благодаря его словам они не бежали, и вся жизнь этой команды была сохранена. И даже когда хотели умертвить узников, мы читали, благодаря присутствию Павла там среди них, им была сохранена жизнь, потому что сотник не хотел, не желал смерти Павлу, и пришлось сохранить жизнь всем. Поэтому апостол и его призвание было в полной мере явлено там на корабле. Они видели его поведение, они слышали его слова, они слышали его молитву, мы читали, он преломивший хлеб, он возглагодарил Бога, он называл Бога по имени. Это все они видели и слышали. С ними был апостол в буре, в шторме, в кораблекрушении. Ему дана была возможность показать, что такое быть последователем Иисуса Христа. Что значит быть посланным Иисусом Христом? Что значит иметь призвание от Бога? Он показал свою христианскую зрелость, он показал свою силу веры там на корабле, и имя Господа было прославлено. Я не хочу взять пищу у Михаила Николаевича, он будет проповедовать следующее воскресенье на 28 главу, но именно благодаря кораблекрушению. Я возьму только один кусочек из этой истории. Если бы не было кораблекрушения, Павел бы не попал на остров Мели. Благодаря кораблекрушению Бог видел, что плывет апостол, а там на Мальте еще никто не слышал об Иисусе Христе. И Бог допускает кораблекрушение, чтобы Павел вплавь добрался на Мальту, и там три месяца проповедовал о Господе. И не только людям, которые жили на этом острове, он проповедовал начальнику острова Публия, и в его доме он исцелил его отца, и Публий видел силу Господнюю, Публий слышал слово и имя того Господа, который имеет силу исцелять. И традиция церкви говорит, что он впоследствии стал христианином, и даже был епископом, и закончил свою жизнь мученичеством при гонении императора Адриана. То есть нужно было апостолу Павлу пройти через кораблекрушение, чтобы в этом кораблекрушении, в этой буре и шторме была явлена его христианская зрелость, было явлено имя Господа нашего Иисуса Христа. И действительно, это урок, который мы можем извлечь из этой истории. Бог иногда позволяет, помещает христианину пройти через шторм и бурю, чтобы через эти обстоятельства, этих критических ситуаций в жизни, мы могли, как свидетели Иисуса Христа, заявить миру о нашей принадлежности к Нему, что мы верим в воскресшего Христа, который умеет, имеет власть изменять, исцелять, спасать жизни. У Него есть эта власть и авторитет, а мы Его посланники, мы Его апостолы. Бог иногда действительно допускает нам проходить через эти переживания. Вопрос я хотел задать. Как действительно проявляется наша христианская зрелость в критические ситуации нашей жизни? Когда Бог допускает бури и штормы. Проявляем ли мы нашу зрелость, нашу духовность? Видят ли люди действительно нашу веру, упование на Господа? Или они видят что-то другое? Это вопрос к нам. Господь допускает бури, потому что Он ожидает, что мы в этих бурях покажем нашу зрелость христианскую, наше апостольское призвание, призвание быть свидетелем Иисуса Христа. Время очень быстро летит, мне придется пример перепрыгнуть. У меня хороший есть пример нашего брата Николая Храпова, который Господь допустил ему быть в заключении, быть на стройке Бамлага, на Байкал-Амурской магистрали. И Господь, он в своей книге, если хотите, вы можете найти его книгу «Счастье потерянной жизни», он рассказывает много примеров, как Господь, помещая его в тяжелые ситуации жизни, использовал его для спасения многих людей. Благодаря тому, что он проявлял свою веру и говорил об Иисусе Христе, многие люди могли встретиться с Господом. Второй пункт, я перейдю. Второй пункт кроется в другом. Почему корабль Павла должен был потерпеть кораблекрушение? Для того, чтобы люди, которые были с ним на корабле, во-первых, имели возможность встретиться с евангельским призовом, они должны были услышать Евангелие. И когда кризис, когда какая-то проблемная ситуация, мы, как люди, есть такая тенденция, мы слушаем более внимательно. Так мы не обращаем внимания, но когда кризис, мы начинаем слушать. Когда был кризис, и когда уши были обращены к апостолу, это был прекрасный момент сказать им об Иисусе Христе, проповедовать Евангелие. Второе, эти люди, которые там были на корабле, они столкнулись, с реальностью погибели. Это не была какая-то абстрактная возможность. Когда мы приглашаем людей принять Иисуса Христа, и мы говорим, берегись, сделай это сегодня, завтра не в нашей власти, ты завтра можешь погибнуть. Никто из людей не думает о том, что завтра можно погибнуть. Ну, может быть, как-то случайно, но я планирую жить долго. Здесь они находились в шторме, и никто не знал. Никто не знал, ни последний ли это день в их жизни. Поэтому они столкнулись с реальностью смерти, с реальностью погибели, и они столкнулись с выбором. С личным выбором, прислушаться к словам Павла или не прислушаться и отвергнуть. Они уже увидели, что когда они не послушались в первый раз, они попали в кораблекрушение. Они увидели его апостольский авторитет. Они поняли, что это необычный человек, он знает живого Бога. И этот Бог обещал ему все жизни, всех, кто на корабле всей команды сохранить. Они начали прислушиваться к апостолу Павлу, и он стал среди них лидером, потому что его апостольское призвание воссияло. Они задумались, они отнеслись к словам апостола Павла серьезно. И это второй урок, который я хочу издать из этой истории. Если Бог в твоей жизни, если ты еще не принял Иисуса Христа, если Бог в твоей жизни сегодня говорит, говорит через церковь, говорит через своих посланников, через своих свидетелей, тебе стоит к этим словам отнестись серьезно. Господь обращается, Господь зовет, Он помещает тебя в критические ситуации, в буре и штормы, чтобы ты обратил внимание на тот голос, на то послание, которое направлено тебе. Эта история, она как монета, имеет две стороны. Во-первых, она обращается к нам, к христианам, как мы должны вести себя в бурях, в критических ситуациях, в тяжелых жизненных ситуациях, в штормах нашей жизни. Господь ожидает от нас, что мы проявим свою христианскую зрелость. И люди, смотря на нас, могут узнать о Господе, которому мы поклоняемся. Но здесь и вторая есть часть этой истории. Эта история допущена была Богом, чтобы каждый человек на земле имел возможность принять личный выбор. Прислушаться к словам апостола. Прислушаться ли к посланнику или отвергнуть. И сегодня этот выбор лежит перед тобой. Если ты еще не относился к этому посланию серьезно, может быть, сегодня этот день, и этот час, и эта минута, когда тебе стоит задуматься. Пусть Господь нас всех благословит. Помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok